Страховый партнер программы «Бардачок» – Харьковская муниципальная страховая компания. Мы повертаем вытраченные деньги. С недавних пор на полтавском шляхе стало одним светофором больше. Рядом с новой автостанцией и строящимся супермаркетом заработал очередной. Конечно, три светофора на 300 метров дороги – это занадто, поэтому радости этого включения автомобилисты явно не испытали. И тем не менее, светофор есть и к нему стоит привыкнуть. Правда, польза от его работы все же имеется. Например, благодаря этому светофору существенно упростился выезд автобусов с площадки терминала. Да и существенных трудностей для движения не создает, тянучка здесь явно не образуется. Отмечу хороший алгоритм, по которому работает светофорный объект. Разрешающий сигнал при движении в сторону центра горит дольше, чем для встречных авто, позволяя поворачивать налево без использования доп-секции. Это пока желающих повернуть немного, а когда заработает супермаркет, такую настройку светофора водители явно оценят. Однако, все хорошо у нас не бывает. С первых же дней работы этого светофора возникла небольшая, но неприятная проблема – видимость сигналов. По стандарту на дорогах, имеющих три полосы, водитель должен видеть два светофора – основной и дополнительный, сигналы которых дублируются. Здесь два светофора для каждого направления по полтавскому шляху имеются, но видны ли они? Увы. По старой харьковской традиции и основной дополнительный светофор установлены здесь на одной мачте. А ведь дополнительный должен быть слева от потока, на противоположной стороне перекрестка. Смысл харьковского ноу-хау заключается в том, что нынешнее расположение светофора якобы препятствует распространенному нарушению – выезду на запрещающий сигнал за стоп-линию, прямо на пересечении проезжих частей. Да, действительно. Выезжать за светофор смысла нет, сигналы его не видны совершенно, и без гудка в спину вовремя тронуться не получится. Однако такое расположение светофора создает проблемы и законопослушным водителям, особенно при движении в сторону центра. Тот, кто останавливается на красной и в левом ряду, может не видеть сигналы из-за стоящего справа автобуса или грузовика. Именно так здесь регулярно и случается. Ориентироваться по поведению встречных не вариант, ибо для них красный горит значительно дольше. Пешеходного светофора здесь вообще не имеется, зато есть светофор для трамваев. Вот на него стоящие в левом ряду и смотрят в ожидании разрешающего сигнала. А зря. Сигнал спину последует намного раньше. Дело в том, что для трамваев также запрещающий сигнал горит намного дольше. Ну, чтобы не мешать поворачивающим с полтавского шляха. Но мало кто об этом пока знает. В результате то и дело левый ряд стоит, а правые полосы уже движутся. Вот такая засада образовалась в этом месте. Устранить данные неудобства можно легко, развернув в обратную сторону никому не нужные дополнительные светофоры. Ну и для трамвая тоже не мешало бы поставить что-нибудь более подходящее. И не вижу причин, почему бы не поступить именно так. ДТП, к сожалению, случаются с каждым. Каким бы ни был аккуратным и законопослушным водитель, всегда сохраняется вероятность ошибки. И если финансовые последствия аварии хоть частично, но компенсируют автогражданка, то потери времени, увы, никто компенсировать не будет. Интересная у нас бюрократическая система. Больше всего трудностей она создает именно законопослушным гражданам. В том же случае ДТП виновник может компенсировать пострадавшей стороне убытки, не отказываясь признает собственную ошибку, но по инстанциям набегается так, что мало не покажется. Основная задача после ДТП – вернуть права. Как известно, в случае аварии сотрудники ГАИ у виновника права отбирают, а взамен выдается временное разрешение. Квест с возвращением прав начинается с похода в суд. Все равно, да, человеку нужно прийти в суд, покаяться, для того, чтобы получить минимальное взыскание. Получить решение суда и затем оплатить штраф и получить обратно свое водительское удостоверение. И также предоставить решение суда в страховую компанию для того, чтобы причиненный водителем ущерб был возмещен в страховой компании. В суд, возможно, придется сходить не единожды. То судья занят, то заседание переносится, то еще какая напасть. Может, конечно, и не ходить, пустить все на самотек, но делать этого все же не стоит. Неявка на заседание может быть воспринята судьей как неуважение. И тогда получит гражданин по полной лишения водительского удостоверения на год. Нужно сопровождать это дело, нужно узнать, какой суд рассматривает, нужно позвонить туда в канцелярию, какой судья будет рассматривать, на когда назначено дело. Хорошо, если повестка придет вовремя, да, отлично, но если, например, она задержится или с почтой проблема, или человек ящик не посмотрит, то тогда он не узнает. Нужно оплатить этот штраф, получить решение, вступившее в законную силу и поменять временное удостоверение на постоянное. Получить решение суда – это еще далеко не все. Дальше второй этап квеста – посещение ГАИ. Даже для того, чтобы просто прийти в ГАИ, нужно знать время приема. А тут есть специальные часы приема. Если человек придет не в эти часы, то, естественно, его отправят обратно, и это, опять же, связано с потерей времени. При этом стоит захватить с собой копию квитанца в оплате штрафа. Хоть по закону гражданин и не обязаны это делать, в ГАИ могут и не вернуть права без подтверждения оплаты штрафа. Ну, такие у нас порядки. В какой ГАИ когда нужно приходить? Если это областной ГАИ лишало, ну, составляло протокол, значит, это надо идти в областной ГАИ. Если это городской ГАИ, значит, надо идти в городской ГАИ. В общем, как видно из длинного списка необходимых телодвижений, потери времени могут составить при неблагоприятном стечении обстоятельств до рабочей недели. Согласитесь, не каждый себе такое может позволить, поэтому вполне разумно в подобных ситуациях доверить весь этот квест специально обученным людям. И тогда вместо многочисленных посещений силовых структур можно обойтись только двумя встречами с юристом. Первое – подписание договора. И второе – получение водительского удостоверения. Доверяйте профессионалам. На минувшей неделе стартовал первый в нынешнем году международный автосалон в Детройте, США. Как правило, на этом автошоу мировые автопроизводители показывают те новинки, которые будут лицом компаний на протяжении всего года. Ну что ж, посмотрим, чем удивил Автопром в 2014 году. Международный североамериканский автосалон 2014, так официально именуется мероприятие, стартовал 13 января этого года. Две недели всем интересующимся будут доступны самые новые разработки мировых автомобильных брендов. Ну а свой короткий обзор я начну с фирм-хозяев автосалона, чьи производственные мощности находятся буквально рядышком с выставочным центром. Пикапы Ford F-серии уже не один год являются самым популярным автомобилем в Соединенных Штатах. И американский автопроизводитель хочет, чтобы так было и впредь. А поможет в выполнении этой задачи новый Ford F-150, который был представлен на текущем автосалоне в Детройте. В основе модели лежит прошлогодний концепт Atlas. Серийный F-150, конечно, имеет ряд стилистических отличий, но выглядит не менее мужественно. Однако один из главных козырей пикапа глазу не виден. Кузов нового F-150 выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, который используется в аэрокосмической военной промышленности. Это позволило довольно массивному автомобилю скинуть свыше 300 кг, по сравнению с предшественником. Еще одним значимым новшеством стало появление 2,7-литрового мотора EcoBoost. Ford пока не раскрывает характеристик этого двигателя, но уверяет, что по мощности он не будет уступать некоторым агрегатам V8. Извечные конкуренты Ford'а компания General Motors, конечно же, не могла не представить свой пикап. GMC Canyon. Но публику больше привлекал победитель конкурса «Североамериканский автомобиль года» – «Ля Корветт». Эта легендарная модель в Детройте была показана в самой заряженной комплектации Stingray Z06. По сути, это настоящий гоночный болид, но, так сказать, в гражданской одежде. Отличие от трековой версии только в оборудовании салона. Еще одна новинка от GM – купе Cadillac ATS. Помимо новой внешности, купе может похвастать новой линейкой двигателя. Это двухлитровый, 272-сильный мотор и 3,6-литровый, 321-сильный двигатель V6. Кстати, на этой модели дебютирует и обновленный логотип компании. Он стал крупнее, но лишился лаврового венка. Думаю, в споре с европейскими брендами такое изменение вряд ли сыграет решающую роль. Chrysler, которого вот-вот с потрохами поглотит Fiat, показал в Детройте свою новинку – C200. Двухсотый построен на новой платформе Compact Wide, которая также лежит в основе Dodge Dart и Jeep Cherokee. Помимо новой платформы, автомобиль может похвастать и более элегантным и современным внешним видом, а также более роскошным, чем у предшественника, салоном. Под капотом возможно наличие рядной четверки или V6, которая агрегатируется с 9-ступенчатым автоматом. Покупатель МЦ200 будет доступен как в переднеприводном, так и в полноприводном варианте. Европейцы в столице американского автопрома отнюдь не терялись. BMW выстрелила сразу тремя премьерами, показав в Детройте М-версии 2-й, 3-й, 4-й серии. Седан М3 и купе М4 отличаются технически только кузовом. Под капотом у них одинаковые моторы, 3 литра и 431 лошадиная сила. С трансмиссией М10 новые BMW M3 M4 способны разгоняться от 0 до 100 км в час за 4,1 секунды, а их максимальная скорость ограничивается электроникой на отметке 250 км в час. На стенде немецкого автогиганта помимо М3 M4 разместился и более компактный BMW M235. Новинка, подобно старшим М4, служит преемником купе первой серии, которое в новом поколении обзавелось собственной цифрой. По сравнению с первой серией, автомобиль вырос на 72 мм в длину и на 32 мм в ширину, а длина колесной базы увеличилась на 30 мм. Боевое M235 означается трехлитровым силовым агрегатом мощностью 322 лошадиные силы, в паре с которым работает 8-скоростная автоматическая трансмиссия. От 0 до 96 км в час автомобиль разгоняется за 4,8 секунды. Мерседес традиционно показал в Америке всю гамму новинок 2014 года. Помимо C-класса, публику привлекал совершенно новый S600. Грядущий весной автомобиль выйдет на рынок и будет доступен исключительно в версии с удлиненной колесной базой. Под его длинным капотом 12 цилиндров 530 лошадиных сил, это на 13 лошадок больше, чем у предшественника. Автомобиль, помимо роскошного интерьера, может похвастаться системой Magic Body Control, которая способна считывать рельеф дорожного покрытия и настраивать подвеску в соответствующем образом, что повышает уровень комфорта пассажиров. Еще один участник большой европейской тройки, Ауди, привез США концепт All-Road Shooting Brake. Совсем скоро этот концепт превратится в серийный кроссовер, предположительно Q1. Под капотом гибрид семейства E-Tron, который включает в себя 2-литровый турбоагрегат и пару электромоторов. Суммарная мощность за 400 кобыл. Благодаря передовой трансмиссии All-Road Shooting Brake может ускоряться до 100 км в час за 4,6 секунды, при этом расходует в среднем 1,9 литра на стотню, что, согласитесь, весьма приятно. Volkswagen, так же как и Ауди, блеснул концептом. Так же, как и 14 лет назад перед искушенной публикой, предстал Volkswagen Beetle Duna. Построенный на базе популярного жука, концепт на 55 мм шире, на 12 мм длиннее, на 50 мм выше, чем стандартный Beetle, а дорожный просвет у него больше на 20 мм. Автомобиль оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками и выкоршен в эксклюзивный цвет, называющийся Arizona. Этого покорителя городских джунглей приводит в движение 2-литровый турбомотор мощностью 210 л.с. Увидит ли свет его серийное воплощение, пока неизвестно. Еще один концепт из Европы, представленный в Детройте, от Volvo. XC Coupe дает нам представление о том, как будет выглядеть серийный полноприводный XC 90. Понятно, что он будет больше и длинней, шире и выше, но общее представление о новом стиле кроссоверов компании XC Coupe вполне позволяет получить. Техническая сторона будущего серийного внедорожника пока неизвестна. А вот Porsche полностью раскрыл карты, показав в Детройте свою новинку Macan сразу в двух вариантах – обычном и турбированном. Внешность сюрпризов не преподнесла тот же Cayenne, только поменьше. Но и внутри все в строгом соответствии с традициями бренда. Дорого, да, но по-моему не цепляет. Японцы, высоко оценивая потенциал североамериканского рынка, не поскупились на премьеры. Toyota привезла в Детройт новый концептуальный спорткар FT1. При создании машины конструкторы искали вдохновение в суперкарах начала 2000-х годов. Отсюда характерные обводы и пропорции. Вот только ездить по дорогам такая прелесть никогда не будет. Модель строилась как прототип для компьютерной игры Gran Turismo 6. А вот вторая новинка от Toyota, вернее от Lexus. Купе RCF – вполне реальная машина, которая вскоре попадет на дороги США. Пока японцы не раскрывают всех характеристик новинки, но ее изюминкой станет 5-литровый мотор мощностью 450 лошадиных сил. Acura, американское люкс-отделение Хонды, показало в Детройте модель TLX, которая заменит сразу две модели – TSX и TL. Новый TLX выполнен согласно последним тенденциям в дизайне бренда и обладает весьма занятными фарами. Несмотря на то, что Acura еще не показывала серийную версию модели, с двигателями японцы уже определились. По выходу на рынок новая Acura TLX получит 2,4-литровый 4-цилиндровый мотор. Он будет предлагаться в базе, а в качестве опции будет доступен 3,5-литровый V6. Infiniti люкс-отделение Nissan презентовало очередную версию модели Q50 – O-Rouge. Это название и дано в честь поворота – O-Rouge на гоночной трассе во Франции. И оно недвусмысленно намекает на гоночные технологии, примененные в конструкции заряженной версии серийного авто. Подробности станут известны совсем скоро. И еще один привет из мира гонок – презентация Subaru WRX STI. Самый быстрый Subaru, подготовленный для раллийных трасс, совсем скоро можно будет приобрести всем желающим. Ожидается, что в продаже новинка появится до начала осени 2014 года. Точные технические характеристики в серийной модели станут известны как раз к началу продаж. Ну и в заключении о корейцах в Детройте. Hyundai здесь показал новый Genesis. От своего предшественника новый Genesis отличается более солидным и даже несколько более строгим видом, а также более роскошным интерьером. Но, пожалуй, одной из самых заметных особенностей данного автомобиля является его совместимость с супер-очками Google Glass, при помощи которых можно будет заводить автомобиль, открывать-закрывать дверцы, связываться со службами помощи на дорогах и осуществлять некоторые другие функции. Kia показала в Детройте долгожданное купе GT4 Stinger. Как уверяют корейцы, этот концепт дает возможность заглянуть в будущее бренда. Автомобиль укомплектован двухлитровым силовым агрегатом мощностью 315 л.с., который работает в паре с шестискоростной механической трансмиссией. Правда, серийной версии Stinger не обещают, но намекают, что Kia давно умеет создавать серийные авто, очень похожие на концепты, показанные на выставках. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла. Субтитры подогнал «Симон»!